Всем доброго времени суток! Хочу с вами поделиться очень простым, вкусным, а главное быстрым в приготовлении кексом, который называется Минутка. Он получается потрясающе нежным, неимоверно ароматным и очень-очень вкусным. Обязательно попробуйте приготовить, я уверена, что вам он понравится. Все ингредиенты я оставлю также в описании к этому видео. Ну что же, а если вам интересно, давайте начнем готовить. Нам необходимо взбить миксером 4 яйца и 170 грамм сахара. Также, если вы будете использовать ванильный сахар, а не ванильный экстракт, то его нужно будет добавить на этом этапе. Взбиваем яичную смесь до посветления яиц. Тем временем натрите на терке цедру одного апельсина. Апельсин, конечно же, желательно, чтобы был сочный и ароматный. Я обычно нюхаю апельсин и если он ароматно пахнет, то я его использую для выпечки. А также нам понадобится сок одного апельсина, то есть весь апельсин, который используете, вы выжимаете. Муку я заранее просеяла через сито. Это необходимо сделать обязательно, для того, чтобы мука пропиталась кислородом. И в уже просеянную готовую муку добавляем буквально одну чайную ложку с горкой, разрыхлитель для теста и перемешиваем слегка. 200 грамм сливочного масла нам нужно растопить. У меня разъемная форма. Я ее заранее смазываю сливочным маслом, который растопила, и пока отставляю в сторонку. К взбитым яйцам добавляем растопленное сливочное масло, а также половину сока, который выдавили. Все это взбиваем миксером до однородности и начинаем постепенно, не отключая миксер, на средних оборотах добавлять муку и взбивать наше тесто. Когда вся мука закончилась и тесто приобрело однородную консистенцию, добавляем цедру апельсина. Еще раз все взбиваем на средних оборотах до однородности. Готовое тесто переливаем в заранее подготовленную нами форму. Кстати, по вашему желанию, вы можете добавить в тесто перемолотые орехи либо цукаты, а можете оставить как есть. Слегка разровняйте тесто и отправьте его в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Готовый кекс должен вот так зарумяниться. Готовность мы проверяем деревянной шпажкой. Она должна выходить из кекса полностью сухой. Когда кекс остынет, переложите его на сервировочное блюдо и можете декорировать его по своему вкусу и желанию. Я решила покрыть его апельсиновой глазурью. Для этого я смешала апельсиновый сок, который у меня остался, и сахарную пудру. И еще теплый кекс поливаем апельсиновой глазурью. Сверху я присыпала конфетти. Вот так вот просто и легко и быстро готовится такой кекс. Я всем рекомендую его попробовать приготовить. Я уверена, что вам понравится. Он действительно очень вкусный и ароматный. А если вам понравилось мое видео, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых вкусных рецептов! Субтитры создавал DimaTorzok